Видео подготовлено сайтом online-gdz.net Итак, здесь надо превратить обыкновенную дробь в десятичную путём деления числителя на знаменателя уголком. Итак, а. Дробь 7 пятых. Разделим числитель на знаменатель уголком. 7 разделить на 5. 7 разделить на 5. Берём по одному. 1 умножить на 5 будет 5. В остатке 2. Сносим 0 из десятичной части. Целая часть закончилась, поэтому в частном ставим запятую. 20 разделить на 5. Берём по 4. 4 умножить на 5 будет 20. В остатке 0 деление закончили. Получили десятичную дробь. 1,4. Б. Дробь 3,6. Б. Дробь 3,6. Делим числитель на знаменатель уголком. 3,6. 3 меньше 16. Поэтому берём по нулём. В остатке 3. Сносим 0 из десятичной части. Сносим 0 из десятичной части. 30 разделить на 16. Целая часть закончилась. В частном ставим запятую. Берём по одному. 1 умножить на 16. 1 умножить на 16 будет 16. 30 минус 16 в остатке 14. Сносим ещё один 0 из десятичной части. 140 разделить на 16. Берём по 8. 6 умножить на 8 будет 48. 8 пишем 4 в уме. 1 умножить на 8 будет 8. И 4 в уме 12. 140 минус 128 в остатке 12. 120 минус 112 в остатке 8. Сносим ещё один 0 из десятичной части. 80 разделить на 16. Берём по 5. 6 умножить на 5 будет 30. 0 пишем 3 в уме. 1 умножить на 5 будет 5. И 3 в уме будет 8. В остатке 0 деление закончили. Получили десятичную дробь. 0,1875. 0,001. 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 1 будет 3 и 1 в уме будет 4. 48. Минус 45. В остатке 3. Сносим 0 из десятичной части. Целая часть закончилась. Значит, частным тоже ставим запятую. 30 разделить на 15. Берём по 2. 5 умножить на 2 будет 0. 1 в уме. 1 умножить на 2 будет 2. 1 и 1 в уме будет 3. 30 минус 30 в остатке 0. Деление закончили. Получили десятичную дробь. 3,2. Г. 3,002. Разделим числитель на знаменатель уголком. Итак, 3 делимое меньше делителя, поэтому будет 0 целых. Сносим 0 из десятичной части. Целая часть закончилась. Ставим в частном запятую. 30 разделить на 2000. 30 меньше, чем 2000. Опять берем по нулю. Сносим еще один ноль из десятичной части. 300 разделить на 2000. 300 тоже меньше, чем 2000. Еще раз возьмем по нулю. И сносим еще один ноль из десятичной части. 3000 разделить на 2000. 3000 разделить на 2000. Берем по одному. 1 умножить на 2000 будет 2000. 3000 минус 2000. В остатке 1000. Сносим еще один ноль из десятичной части. 10000 разделить на 2000, берем по 5. 2000 умножить на 5 будет 10000. В остатке ноль деление закончили. Получили десятичную дробь 0 целых 15 десятитысячных. Дем. Семнадцать сороковых. Разделим уголком числитель на знаменатель. Семнадцать разделим на сорок. Семнадцать меньше сорока. Целая часть делимая меньше делителя. Поэтому целая часть будет ноль. Сносим ноль из десятичной части. Целая часть закончилась. Поэтому в частном ставим запятую. Сто семьдесят разделить на сорок. Берем по четырем. Сорок умножить на четыре будет сто шестьдесят. Сто семьдесят минус сто шестьдесят. Остатки десять. Сносим еще один ноль из десятичной части. Сто разделить на сорок. Берем по два. Сорок умножить на два будет восемьдесят. Сто отнять восемьдесят. В остатке двадцать. Сносим еще один ноль из десятичной части. Двести разделить на сорок. Берем по пять. Сорок умножить на пять будет двести. В остатке ноль деление закончилось. Получили десятичную дробь. Ноль целых четыреста двадцать пять тысячных. Ем. Дробь. Двадцать восемь. Сто сороковых. Итак, разделим числитель двадцать восемь на знаменатель сто сороковых. Двадцать восемь меньше сто сорока. Поэтому целой части будет ноль. Сносим ноль из десятичной части. Двести восемьдесят разделить на сто сорок. А так как целая часть закончилась, то в частом тоже надо поставить запятую. Берем по два. Сто сорок умножить на два будет двести восемьдесят. В остатке ноль деление закончилось. Получили десятичную дробь. Ноль целых две десятых. Ж. Дробь. Три двенадцатых. Разделим числитель. Три на знаменатель. Двенадцать. Уголком. Итак, три меньше двенадцати. Целой части будет ноль. Сносим нолик из десятичной части. Целая часть закончилась. В частном ставим запятую. Тридцать разделить на двенадцать. Берем по два. Двенадцать умножить на два. Это будет двадцать четыре. Тридцать минус двадцать четыре. В остатке шесть. Сносим еще один ноль из десятичной части. Шестьдесят разделить на два. На двенадцать берем по пять. Два умножить на пять будет десять. Ноль пишем один в уме. И один умножить на пять будет пять. И один в уме будет шесть. В остатке ноль деление закончилось. Получили десятичную дробь. Ноль целых двадцать пять сотых. И последний пример. ЗМ. Семь пятьдесят шестых. Итак, разделим числитель семь на знаменатель пятьдесят шесть. Семь меньше пятидесяти шести. Поэтому в целой части будет ноль. Сносим ноль из десятичной части. Целая часть закончилась. Сейчас нам ставим запятую. Семьдесят разделить на пятьдесят шесть. Берем по одному. Один умножить на пятьдесят шесть будет пятьдесят шесть. Семьдесят отнять пятьдесят шесть. В остатке будет четырнадцать. Сносим еще один нолик из десятичной части. Сто сорок разделить на пятьдесят шесть. Берем по два. Шесть умножить на два будет двенадцать. Два пишем, один в уме. Пять умножить на два будет десять. И один в уме будет одиннадцать. Сто сорок отнять сто двенадцать. В остатке двадцать восемь. Сносим еще один ноль из десятичной части. Двести восемьдесят разделить на пятьдесят шесть. Берем по пять. Шесть умножить на пять будет тридцать. Ноль пишем, три в уме. Пять умножить на пять будет двадцать пять. И три в уме двадцать восемь. В остатке ноль деление закончилось. Получили десятичную дробь ноль целых сто двадцать пять тысячных. Мы превратили все обыкновенные дроби в десятичные. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.